Продолжение следует... На основании сегодняшнего вебинара будет сделана, это как бы сегодня разминочная информация, потому что фактически это выжимка из того, что произошло за последние две недели нашего визита с Инетой Анджаной в Бразилию. После этого была московская конференция, где мы встречались с Кавей Капитал, управление встречалось, обсуждали пути развития на следующий год, подводили итоги за 2017 год и готовились к встрече с руководством головной компании, с Анатолием Эдуардовичем, в Минске 11 числа, то есть в понедельник этой недели. И было подписано соответствующее соглашение на сотрудничество с Кавей Капитал и головной компанией на предстоящий год, где сжато, ну как бы изложено те направления, куда мы будем двигаться. И об этом сегодня как раз будет речь. Но, поскольку это достаточно важная информация для всех, то этот вебинар будет сделан еще дополнительно в записи и будут сделаны соответствующие, как бы, ну, субтитрами тексты на английском, на французском и на немецком языках. Для того, чтобы наши партнеры могли бы это все услышать и в какой-то степени даже, может быть, понять. Спасибо, Зинаида, я тоже соскучился, значит, похрипывает, но ничего, Артур, это не мой голос хрипит. Я уже от простуды отошел, вот, губы выздоровели, в Бразилии было все, там лето, вот, но к этому мы еще придем. Таким образом, вернемся обратно к тому, что нам близко сейчас вообще, и чтобы мы понимали, определенный этап пройден, хотя мы предполагали и по плану было предположено, что 2017 год завершается сертификация, но по очереди ко всему этому подойдем. Таким образом, вопросы к рассмотрению сегодня существенны на конец 2017 года, выставки, визиты, переговоры, экотехнопарки, его готовность, события, влияние, риски, тенденции. Дело в том, что это так называемые напоминалки, но, например, смотрите, мы участвуем в выставках, очень много визитов, ведутся переговоры, экотехнопарк выстраивается, но дело в том, что мы начинаем все больше и больше быть видны на арене мировой, на рынке транспортных услуг, и это начинает многих очень сильно раздражать. Сибиряков очень хорошо об этом говорит, когда он комментирует и на московской конференции, кто были, те слышали, что для председателя правительства Российской Федерации было в какой-то степени новостью, что Скайвей не сдох, мягко выражаясь, как этого хотели бы некоторые, что мы делаем, сами финансируемся. Он поблагодарил, поздравил, что мы идем дальше, но, извините, какие были кривые лица там у министра транспорта и у других товарищей, которым это совсем не нравится. Тем более выступления в Московском институте инженеров транспорта и Анатолия Гартовича Юницкого, нападки на него и так далее. То есть это все источники одни, многим не нравится, это естественно, в мире так процессы идут, мне нравится то, что инновации пробиваются, несмотря ни на что. А почему они пробивают? Благодаря нам с вами. Благодаря той кропотливой работе, она на первый взгляд вроде бы незаметная, но результаты выливаются в то, что мы видим. Теперь основные вехи на 2018 год, представящие решение их, неизбежность. То есть мы абсолютно вынуждены меняться. Капитал будет проходить определенную реструктуризацию. И об этом я тоже немножко скажу. Базовая для обеспечения правовой основы инвестиций, это тоже будет сказано и в конце будет немножко о Бразилии. Таким образом, идем дальше, дорогие друзья. Храпит, храпит. Сейчас сделаем тише. А как сейчас? Сейчас должно быть немножко лучше, наверное. Дайте знать еще раз. Я думал, что только у Артура. Дайте, пожалуйста, еще обратную связь, друзья. Храпит, храпит, не храпит. Окей, все, спасибо. Очень тихо. Дадим громче чуть-чуть. Вы у себя тоже можете регулировать громкость, друзья. Сейчас я попробую. Ну, давайте я сейчас просто буду громче говорить. Норма. Все, спасибо, Роза. Таким образом, идем дальше. Смотрите, что у нас происходит или происходило. Здесь указан процесс. Я использовал процесс, который у нас был с вами изложен. Ну, так называемая временная развертка этапов или этапов процесса становления сковей. Это разработка технологии 78-й до 2014-го года. Разработка продолжается, но в 2014-м году начался этап проектирования уже экотехнопарка, то есть того, что заложено в 15 этапах развития системы сковей или технологии сковей по ее выводу на мировые строительные рынки. Проектирование, строительство, демонстрация сертификации и завершение внедрения технологии по всему миру предполагалось и предполагается в 2018-м году. 15 этапов не закончились еще, мы находимся с вами на 10-м этапе и вопрос в том, что предстоят еще достаточно большие объемные финансовые работы, которые вкладываются практически чуть меньше уже 150 миллионов, еще надо инвестировать. Потому что мы только половину еще инвестиций осуществили, хотя работ выполнено значительно больше половины, если посмотреть описание этапов, всех 15 этапов. Но тут смотрите, дело в том, что никогда нельзя забывать те события, которые происходили на этом пути. 2014 год, для тех, кто знает, хорошо, для тех, кто не слышал и не знает, маленькая как бы ликбез. Шауляй, отказ от аренды земли под экотехнопарк. То есть, значительная часть 2014 года, ну и инвестиции были не акти какие, но тем не менее, время ушло. Опыт, правда, накапливался, но там возникает такой момент, что приходится переносить все работы с одного места на другое. То есть, в Шауляе происходит отказ, отказ полный от, значит, использования, возможного использования земли, выделенной под трассу. И поэтому это занимает время, занимает силы. Арест счетов происходит в Шауляе в Литве. Об этом мы услышим потом в 2017 году, в этом году услышим об этом снова. То есть, три года пройдет, раз, два, и только на третий год произойдет что-то. Вынужденный переезд в Республику Беларусь, где пришлось и конструкторское бюро по более пяти, почти 50 человек. Много что пришлось перевозить. Это время, это дополнительные расходы, косвенные расходы. Но проектирование продолжалось. Бюро переехало в Беларусь, Минск. Работы продолжались. В 2015 году осуществляется уже, проектирование идет, освоение участка земли под экотехнопарк в Республике Беларусь, где идет, скажем так, начинается строительство экотехнопарка. И все договора подписываются, продолжение проектирования осуществляется. Начало строительства экотехнопарка практически с нуля. Закладка нулевого километра. Разработка аванпроектов идет и в Санкт-Петербурге, и по некоторым городам России. Осуществляется так называемое визионное или визионирование проекта, возможных решений. То есть, идет накапливание опыта. Разработка и ведение переговоров оживляется, потому что началось строительство экотехнопарка. Но все еще в начальной стране. Заключение двух договоров на проектирование Австралии в Австралии и в Эстонии. Это тоже 2015 год. Это определенный этап строительства. Австралия пошла дальше. Эстония застопорилась в конце 2015 года. Благодаря тому, что вышел в Литве пасквильный репортаж о том, как бывший вице-мэр, экс-вице-мэр города Таллина Маслов связался с Прохиндеем и пирамидчиком Юницкий. Понимаете, но это друзья уже тогда многие видели, что что-то тут назревает. И тем не менее, пришлось Таллине это остановить. Слава богу, в Австралии пошло все дальше и проект начался. Потому что, видать, мы сильно кому-то тогда на ногу наступили. Но тем не менее, 2015 год завершился и пошел проект дальше. Но теперь смотрите, что 2016 год. Для того, чтобы понимать, Экофест осуществился. Первый Экофест в мае месяце. Завершение закладки основ под все трассы Экотехнопарка. Они прошли. В Радимир на этой схеме хорошо было бы показать работу полигонов в озерах. Ну да, понимаете, работа полигона в озерах, она на нас сейчас не влияет. Понимаете, полет, работа полигона здесь, вот этот этап здесь до этого был. Это жизненный цикл. Нас он сейчас не сильно волнует. Нас волнует больше, что шла разработка технологий, подготовка ее к 2014 году. Мы с вами работаем вот в этих 15 этапах. Поэтому моя задача сейчас показать эти 15 этапов и пояснить, чтобы мы понимали. Это, с одной стороны, подходит конец 2017 года. Это ожидание многих, к сожалению и к счастью моей личной тоже, когда-то в начале, когда я людям говорил и сам был достаточно уверен, что да, запроектировано мы 2017 году к концу будем более-менее готовы уже со своей сертификацией. Но, дорогие друзья, сегодня сертификация по основным видам транспорта, кроме высокоскоростного, она почти завершается. То есть большинство процессов проведены. Только есть загвоздка с высокоскоростной, об этом мы еще будем говорить. Завершение закладки основ под трассы, создание производственных прототипов Юнибуса и Юнибайка, которые были выставлены на Иннотранс и подготовка и участие в Иннотранс 2016 в Берлине, который через каждые два года осуществляется. Первый прогон Юнибайка в ноябре месяце, формирование пакета проектной документации в Австралии, это штат Аделаида для университета во Флаундерсе, и подготовка производства и выкуп здания в Беларуси, в Республике Беларусь, в Минске. Проведение согласований под прокладку тестовой трассы высокоскоростного транспорта, она заняла очень много времени. Казалось бы, что, скажем, проход под высоковольтной, 700 кВт оказывается, эта линия, я думал 500, 500, оказывается 700 или 750 даже кВт, высоковольтная линия, очень долго с Белэнерго утрясли, утрясли со всеми, и потихонечку уперлись в то, что сейчас идет торможение проекта, благодаря тому, что кто-то дал распоряжение, по всей вероятности, все знаки показывают на то, чтобы, скажем, зеленые и природоохранный департамент нашел там какие-то такие вот реликтовые деревья. И когда туда представляется обоснование, что посажено будет в десятки, в сотни раз больше деревьев вдоль трассы и реликтовых, и нереликтовых, никого это не интересует. И начинает создаваться впечатление, что кто-то очень сильно лоббирует, скажем, торможение работ. Но это не значит, что что-то там произойдет, поэтому сейчас есть несколько вариантов. Не моя задача их озвучивать, есть решение, что делать дальше, но тем не менее процесс, дорогие друзья, тормозится, и нет худа без добра. Поэтому сегодня и вот в эти дни Анатолий Дардович и его коллеги находятся в Эмиратах, там будут приняты целый ряд очень важных решений. Вернутся, сами расскажут. Но, по крайней мере, процесс идет, и мы можем строить. Мы можем строить по трем видам транспорта. Причем сегодня четвертый вид, или, скажем, четвертый как бы подвид подключается. Это в грузовом виде транспорта, это контейнерные перевозки, о которых вначале вообще никто не говорил. Сегодня это серьезный блок. И я просто могу это подтвердить тем, что в Бразилии вставал вопрос, там есть очень интересный один проект, под который прямо был задан прямой вопрос. Скажите, пожалуйста, готовы ли вы рассматривать проекты по контейнерным перевозкам или, скажем, по рационализации контейнерных перевозок в одних условиях? И когда я сказал, что да, это абсолютно рассматриваю, то и приехав, и услышав еще в Минске, что по этому поводу сделано, я понял, что я еще даже меньше пообещал, чем фактически мы уже готовы сделать. Но это, скажем так, у нас уже есть определенный задел, и слава Богу. Потому что многих интересует, во-первых, реально ли перевозить контейнеры? Реально сегодня. Мы создаем сегодня специальное производство Мински, которое может полностью осуществлять, или будет готово осуществлять все, скажем, работы, необходимые для транспортных средств, которые будут готовы перевозить контейнеры, 20-футовые и 40-футовые морские контейнеры. Почему это нужно? Дело в том, что мы можем как угодно интенсивно вводить свой транспорт, но надо понимать то, что все те мировые контейнерные перевозки, которые сформировали к сегодняшнему дню, они, тем не менее, формируются и дальше, они осуществляются в контейнерах, сравнительно герметичных, и это надо учитывать. Наша задача модульно вписаться в эти контейнеры, и эта работа тоже ведется. То есть, есть уже линейка так называемых модульных контейнерных, у них даже название есть, я сейчас не помню, об этом говорят или будут говорить, по крайней мере, Алексей Суходоев и Сибиряков. Вот там есть контейнеры, юник, юник, юник и так далее. Один слов, этим детям названия придуманы. То есть, модули, которые могут вкладываться один в другой. То есть, нет проблемы заполнять контейнер большой, морской, 20-ти или 40-футовый, для них есть уже наши юники, или так называемые специальные контейнеры, которые потом могут быть отдельно перенесены на транспортную структуру, или же на их базе обрабатываться будут в мере все контейнерные переработки, шаг за шагом переходить туда. Это как, знаете, когда-то переходили от гужевого транспорта к заполнению и осуществлению загрузки грузовых вагонов железной дороги. Но там подвозили на лошадях, где были поумнее, там тоже уже имели определенные ящики и так далее. То есть, здесь точно так же идет модульное переформирование. Поэтому это очень важно, и эти работы ведутся. Идет подготовка производства и выкуп зданий, это был в 2016 году, создание спецоборудования, оформление технологий. То есть, очень мощно эти работы ведутся. Далее, и велись, они переходят и в 2017 год. Признание технологий SkyWay инновационной в Минтрансе Российской Федерации. Несмотря ни на что, в начале 2016 года, то есть это уже полтора года назад. И заключение соглашения в Индии, это было в конце прошлого года. То есть, это был 2016 год, таким образом процесс шел дальше. 2017 год, самые такие существенные моменты, то, что мы прошли. И это мы прошли на том финансировании, которое есть. Я не хочу сказать, что это не дофинансирование. Но мы идем на так называемом, скажем так, процессе финансирования по сжатым суммам. И поэтому, ну, скажем так, мы укладываемся и работы выполняются в соответствии с бизнес-планом. Экофест. Второй экофест прошел в июле этого года. Много людей сейчас строительно-монтажные работы ведутся. Оправдание суда в Литве по Скайвей или, скажем, Анатолий Дарвич, оправдали фирму, которая там работала. Освободили арестованное имущество. Причем оно приросло в процентах за это время. Вот. Ну, это так, что-то такая дурная шутка. Разработка нового типа путевой структуры в Экотехнопарке началась, она ведется. Причем это так называемая легкая структура, которая тоже не была запроектирована. Это специальная легкая структура для преодоления транспортных узлов. В мире очень много транспортных эстакад, различных кольцевых автодорог, которые одна по другой через дорогую проходят. И это все нужно, скажем, решать эти задачи, которые они уже практически сейчас как бы вышли из тех переговоров, из тех соглашений, которые осуществлены. И это надо делать. Причем это надо делать в Экотехнопарке. Это не было запланировано в 2014 году. Это вышло сейчас. Плюс уже то, о чем говорилось, это так называемые наклонные трассы или наклонные путевые структуры, которые тоже надо будет там делать. Поэтому в Экотехнопарке уже готовятся чертежи. То есть в случае если будет затяжки с высокоскоростной, идет работа полным ходом для того, чтобы по всем остальным другим видам транспорта осуществлять и технологию скайвей вводить в эксплуатацию. И поэтому это очень важно. На проектные работы соглашений масса заключено. Но я вынужден в 11 пункте, который перед вами, еще раз вернуться к тому, что противостояние Минтрансов Российской Федерации и Республики Беларусь. То есть похоже, похоже, сегодня вот все знаки похожи на то, что им это ну совсем поперек то, что скайвей развивается. И надо ожидать, что будут тормозить, тормозят вот этот инцидент так с называемыми реликторовыми деревьями, который возник. Ну вот не согласовывают. И местное самоуправление там ходатайствует, никого ничего не колышет, нет и все. Да хоть ты меня расстрелять. Понимаете? И в этой ситуации надо искать дополнительные запасные решения. Вплоть до того, что высокоскоростную трассу переводить абсолютно на другую территорию и там ее осуществлять. Когда я задал вопрос Анатолию Дарвичу, что, ну может быть, это где-то тут шла речь о том, на какой территории. На европейской территории он три раза перекрестился. Я шучу, конечно, но он сказал, о чем вы говорите, Владимир, дело в том, что мы уже в Европе оступились, шавляя, и никто никогда не может дать, это, друзья, есть так называемые риски тоже, дать гарантии, что там тоже не найдутся какие-то, скажем, реликтовые деревья или еще что-то. Я сразу вспомнил мой личный опыт, значит, я помогал в одном инвестиционном проекте в Таллине, эта территория должна была развиваться, там начинали делать технопарк, технопарк. Вот, и задевалась одна часть участка, участки все были выкуплены, и вдруг поступило ограничение, что там, оказывается, есть где-то грот, камень, под камнем есть гнездо летучих мышей. Вот, в такой как бы, ну, в гроте в каком-то, и ничего не поделаешь, и весь проект благодаря этому обещали, что это можно перенести и так далее, нет и все. Потом выяснилось, что это стояло поперек другим, другой компании, которая имела свои интересы, имела свои связи. Поэтому это все надо учитывать. Если кто-то не в курсе, сам лично был на территории наших новых офисных площадей, Марьиной Горки, Шабанков, на производстве, все реально существует в тех рамках, которые озвучиваются. Да, правильно, Борис, действительно, мы тоже проехали, мы были на, значит, Марьиной Горке, посмотрели, посидели, поездили, причем проехались в Юнибусе с определенной скоростью, ощутили на себе торможение, которого практически не ощущается, звук или, скажем так, ну, скажем, звучание трассы в пределах нормы, ну, по крайней мере, значительно меньше, чем у трамвая. Поэтому все соблюдается, я с вами согласен. Законы надо соблюдать, есть территория заказника, нету там территории заказника и памятников, друзья. Там вопрос в том, что, вот, сказали, что там близко есть реликтовые деревья, на них будет влиять. Под ними ничего нету, ничего не надо вырубать. Вот. Раз, четвертый слайд. Сейчас покажу еще раз вам четвертый слайд. Какой этот был? Вот он, четвертый слайд. 2015 год. Вы имели в виду этот? Там был танковый полигон, правильно, да? Согласен. На этом полигоне. Посмотрели четвертый слайд? Идем дальше. Так, 17-й год. В 17-м году, ну вот, практически создается готовность к пилотным проектам грузовых и пассажирских трасс. То есть, о чем это говорит? Заканчиваясь в 2017 год, он нам полностью позволяет, то, что осуществлено, позволяет полностью начинать реализовывать проекты. Подготавливать, вести предпроектные работы и так далее. Когда в Бразилии начали обсуждение на Министерстве развития транспорта, там Бразилия это федеральное государство. И так же, как практически Россия, существуют свои, ну скажем, федеральные округа или же губернии, или же области. Вот. И вот в этой области, которая называется она Сан-Паул-Столица, там есть еще... Как же она была-то, господи. Ну, неважно, вспомню, я скажу вам. Значит, там это Министерство развития, или Департамент развития транспорта при Министерстве транспорта, он задал вопрос и... Вернее, мы обсуждали, и они сами сказали, так вы же понимаете, что проектные работы, вы показываете, что у вас идут экотехнопарки, идут сертификации. Нам сейчас даже не столько существенно осуществлена до конца сертификация или нет. Нам важно начинать предпроектные проектные работы и, значит, смотреть, нам все равно придется досертифицировать согласно нашим законам. Вот. И поэтому это очень-очень важно, чтобы сейчас как можно быстрее начинать работать. То есть, у нас подготовлена, друзья, основательная база для того, чтобы можно было бы идти дальше. Поэтому, смотрим, смотрите, что у нас, значит, происходит в 18-й год. Экофест, строительно-монтажные работы и масса разных других работ. Но я немножко покажу в более широкой базе, что нам надо делать. Смотрите. Глобал транспорт инвестмент, он как есть, так и есть со своей акционной базой, базой своего капитала, акции А и акции Б. Вот. Создается и создавался, и создается, и завершается строительство экотехнопарка. Но это не значит, что заканчивается. Заканчивается этап его создания идет, продолжается, и мы входим в этап его с 2018 года. Мы входим в этап его, как бы, освоения уже и так далее. Здесь можно массу пунктов. Видите, какая заготовка, и мы к этому еще придем позже. Опытно-конструкторские работы продолжаются, работы связаны с экотехнопаркой, работы с заказчиками продолжаются. Это все затраты. Ввод специализированной проектной компании, ее нужно вводить уже с начала предстоящего года, потому что проектных работ будет много. Все осуществлять только в Минске, это так, как есть. И поэтому, скорее всего, надо создавать, ну, как бы, всемирную или международную компанию, где управляющие функции на себя возьмет головная компания в Минске. Но это специализированная проектная компания. Это мощный блок, который надо создавать, иначе мы не прорвемся со строительными работами. Завершение базовой сертификации. Переход на этап использования и сертификации уже специфических, как бы, специфических режимов, специфических допусков, которые необходимы при создании транспортных структур. Так, не было санкций в России, но когда спросили о рисках, он сказал, что политические. Ну, да, правильно, политические там есть и коррупционные, а там не поймешь, там политика или еще что-то. Итак, дальше, друзья, смотрим. Производственная база. Понимаете, это одно дело Экотехнопарк, но создается и производственная база. Предполагалось по проекту минимальное создание производственной базы, по бизнес-проекту и по проекту финансирования вот этих 15 этапов, которые я вам показывал. Поэтому, значит, производственная база, она сейчас значительно расширена в сравнении с тем, что планировалось и закладывать. Но, тем не менее, мы ее осуществляем. Это производство транспортных средств, свой цех, производство транспортных путевых структур. Это металлоконструкции, которые придется для Экотехнопарка, для тех, хотя бы даже для этого, потому что это значительно дешевле и надежнее. Те партнеры, Анатолий Эдуардович, еще с горечью сказал, что то, что сделали, это заняло массу энергии, массу затрат и качества. Так и не добились то, что сделано было сторонним. И он не хотел там на кого-то что-то лить. Он говорит, просто у них так называемые стандарты другие. И когда мы стали это дело обсуждать, то мы пришли к тому, что фактически надо начинать выпускать свои собственные стандарты. Это предполагает, конечно, технологии. Но если мы это сами не сделаем, никто за нас это не сделает. Мы выводим технологии, нам надо это делать. То есть мы будем делать путевые структуры, разрабатывать стандарты, как их выпускать и искать партнеров, которые начнут их, во-первых, лицензировать, этих партнеров, которые начнут выпускать эти структуры по всему миру или там где-то надо будет. Мы не только в России развиваемся, мы диверсифицируем наши риски за счет внедрения технологий одновременно в разных странах независимо. Да, Борис, скорее всего так она и есть, да. Да, это правильно, так она и есть. Переход на 11 этап планируется. Я думаю так, что доживем до середины января, примем решение. Очень сильно на это повлияет то, с чем или с каким решением приедет Анатолий Эдуардович из Эмиратов. Там стоит вопрос о том, кто, насколько, как будет участвовать там в проектах. Потому что дело там достаточно серьезно, в конструктивном смысле, в хорошем смысле. Поэтому от этого зависит, когда будет 11 этап. Но он будет, он достаточно скоро будет, дорогие друзья. Вот, поэтому очень важно встал вопрос системы автоматического управления. До сих пор мы говорили о том, что система автоматического управления, это система, которая мы, как бы, ну, она наша, она черный ящик. Но со временем показал проект, что необходимо создать безопасную систему, в которую нельзя вломиться. И поэтому тот процесс, который мы сейчас ведем по, скажем, блокчейну, или введению блокчейна в нашу, как бы, экономическую составляющую, он, во-первых, показал, что, возможно, и об этом достаточно, ну, как бы, подробно в некоторых своих выступлениях говорит и Алексей, и Сергей Сибиряков, и Алексей Суходой. Вот, но обсуждалось в Минске, когда мы были, что, что надо защищать и блокчейн, или, скажем, криптование, криптотехнологии, она позволит, к тому же, еще и, ее ввести, вот, в систему автоматического управления. То есть, дорогие друзья, это дело становится очень важным, и поэтому им все более и более серьезно сейчас мы занимаемся. В ближайшее время вы услышите, увидите решение. И важно еще здесь сейчас при производственной базе создания грузовых или обеспечения грузовых перевозок, контейнерных решений. Для того, чтобы в мире начинать это распространять, в первую очередь надо самим сделать, вот, сделать базу. Тут в Европе и в ближайших регионах от Минска есть необходимость тоже в этих контейнерных перевозках, грузовых перевозках, грузовых перевозках для развития, для сыпучих, для наливных грузов и так далее. Все это будет делаться на базе у нас, и потом передаваться для других регионов. Юникара, супер, да, вот она, правильно. Так, идем дальше. Смотрим, значит, теперь мы переходим с вами плавно к Кэпитал. Смотрите, основная задача Кэпитал было обеспечение проведения, и есть, проведение инвестиций в проект Skyway. В детали сегодня правовые, в организационные, не будем даваться. Нас сегодня интересует больше, больше интересует то, что для нас сейчас состоит. А вот вопрос есть. Извините, 22 километра будет строиться в Марьиной Горке? Пока все идет к тому, что планируется, но может статься, что, значит, не будет иметь смысла там дальше развивать эту трассу за пределы, потому что не согласовывают пока, пока не согласовывают. Есть обращение там к президенту, если она сработает, тогда сработает, не сработает, тоже ничего страшного. Вполне можно эту трассу построить и в другом месте. В каком принимается решение, дорогие друзья? Вот, поэтому смотрим обеспечение проведения инвестиций в проект Skyway. Сегодня для нас актуально выход на новые рынки инвестиций. Наша поездка в Бразилию носила двойной характер, потому что Бразилия, как и Индия, как и другие страны юго-восточного региона, да и что тут греха-то и той же самой Европе, все равно очень важно переходить на инвестиции в адресные проекты, как здесь и написано. Выход на новые рынки инвестиций и перестройка всего нашего хозяйства на инвестиции в адресные проекты. Кто-то спросит сегодня, скажет, ну дорогие друзья, нам надо все равно заканчивать эко-технопарк, нам надо заканчивать проект сертификации, да. Но так называемое косвенное планирование адресных, вернее инвестирование в адресные проекты позволит нам финансировать те работы, которые у нас здесь есть, проектные работы и тем самым как бы осуществлять финансовый поток в проект Skyway в целом. Но этот выход есть и поездка показала, что там есть возможности юридической, правовой базы, просто надо все правильно делать. Там достаточно сильно все зарегулировано Минфином Бразилии и Банком Бразилии, у которых их не касается, и их не касается то, что не запрещено, то можно. Все, что касается движения денег, должно быть согласовано. Вот и все. Если в процессе тем более участвует с одной стороны юридическое, с другой стороны частное лицо, то тем более. И поэтому это для них является критерием. Там ICO проводить надо лицензия, IPO проводить естественно нужна лицензия и так далее, и так далее. Но в случае ориентации на адресные проекты есть возможности. Причем, как я уже говорил, там существует муниципальный уровень, достаточно имеет на муниципальном уровне, власти имеют достаточно большие полномочия правовые. Берут на себя ответственность, но они имеют и полномочия. Далее идет федеральный уровень и далее идет государственный уровень. И поэтому я вспомнил, эта зона называется, или эта федеральная часть называется Белоризонте, где мы были. И вот там мы в транспортном министерстве встречались, фотографии есть, но, к сожалению, мне не удалось их сегодня все минимизировать, для того, чтобы Мерополис принял их сюда на площадку. Но что-то я покажу вам. Вот, и таким образом, это первое. Второе, создание инвестиционных площадок в новых регионах. Ну, я уже сейчас вот это говорил, готовится по этой же самой модели будет готовиться Индия. В Индии два других штата, ну и по всей вероятности перейдем на те штаты, с которыми мы работаем. Уже вот инвестиции, они есть инвестиции. То есть, в данном случае это все я уже вам объясняю в том, что Капитал переходит и реорганизуется в международный фонд, у которого будут центры и направления деятельности. Сегодня он только занимался и занимается пока еще обеспечением проведения инвестиций, обеспечением обслуживания только площадки. И завтра, через несколько месяцев, полавно мы переходим на создание различных центров, которые будут обслуживать все необходимое для того, чтобы технология SkyWay проходила, рационально проходила на мировой рынок. Введение технологий блокчейн в обслуживании инвестиционных процессов, пилотных проектов SkyWay. Что это значит? Уже сегодня, вот мы дискутировали, разбирались и в Москве, и в Минске между собой, и со специалистами, что вполне реально, несмотря на то, что сейчас разрабатывается первый пилотный проект, любой другой проект можно точно так же готовить и смотреть пилотный проект SkyWay, их финансирование через технологию или подготовку через ICO на конкретные... Единственный вопрос, как увязать, значит, или каково будет взаимоотношение, каков будет бизнес-модель и, значит, финансовая модель, бизнес-модель, ну это почти одно и то же, значит, взаимоотношение и выпуска токенов и в связи с акциями. И как это будет влиять на конкретные адресные проекты через вот эту схему. И, похоже, сегодня, я могу вам сказать, это не план, но это мое видение пока, что через какое-то время у нас будет три возможности. Инвестировать в проект и осуществлять, получать акции в залог и этим успокоиться, ничего с ними не делать. Есть второй вариант, какую-то часть своих инвестированных, свой портфель акций использовать для того, чтобы их, как бы, ну, скажем, обменять на токены и участвовать, скажем, в этом процессе. Вот. И есть еще третий вариант, где, значит, можно этими, этим и акциями, и токенами участвовать в проектах, вот в адресных проектах по всему миру. Это дает очень хорошую возможность. Только будет выбираться, значит, кому где интереснее и, ну, выгоднее, скажем так. Интерес он больше всего не потому, что там, мне интересно, что в Бразилии много диких обезьян и Донов Петров, я извиняюсь. Ну, а потому что там, если там будут, а, скорее всего, будут очень выгодные проекты, более эффективные проекты, чем здесь за замшелой Европе, да, то вполне реально это возможно. Потому что в работу принимается, я вам сейчас могу точно сказать, дорогие друзья, я уже не боюсь, что это сглажу. Ну, это Антверпенский порт, там готовится сейчас исходная информация по контейнерным перевозкам, там есть масса проблемных узлов, это первый вопрос. Второе. И Таллинн, и Рига очень, как бы, настроены и готовы. Но там стал один вопрос. Мне в Таллине, нашим коллегам в Риге задали вопрос, значит, причем городское управление, что если этот процесс, или вернее, да, если этот проект самофинансируемый, мы постараемся сделать все возможное, чтобы проект развития транспорта, предпроектной стадии, следующей стадии были бы вам, как бы, ну, мы будем вам помогать в этом процессе. Давайте начинать. И вот сейчас, еще до Нового года, мы подготовим целый ряд, скажем, своих видений, и по всей вероятности еще и проведем переговоры и здесь, и там. То есть, это то, что здесь прямо вот рядом, с этим более легко заниматься, но это не значит, что останавливаются процессы в Бразилии и в Индии, и в других регионах, где мы вот сотрудничаем. Поэтому, дорогие друзья, создается фундаментальная база для, мы начинаем создавать, для частного бизнеса инвесторов. Это уже не просто какое-то обучение, это и обучение, и создание возможностей. Причем обучение мы переводим на новую. Я уже давно, с 2016 года, морочу вам голову тем, что да, будет обучение, да, будет обучение. Теперь мы уже подошли к тому, что вот международный фонд, создаваемый в нем будет центр обучения, потому что нам нужны кадры, нам нужно очень много чего нам нужно. Создание центра комплексного обеспечения реализации проектов. А что такое комплексное обеспечение? Это кадры решают все, во-первых, да, это просто центр обеспечения кадрами, а это значит, что их нужно тоже, так же, как и предприятие, привести в состояние способности, компетентности, участия в этих проектах. Начиная от проектирования и управления проектами, адресными проектами, до того, чтобы управлять той же самой автоматикой, той же самой эксплуатацией. Ну и что тут грех отойти? Строить. Ведь предприятиям самим будет достаточно трудно освоить технологию Skyway, хотя со временем они освоят, но на первых этапах, на первых 5-10 лет, естественно, должен быть центр, который будет обучать и готовить предприятия для того, чтобы они прошли сертификацию. Они же тоже должны пройти сертификацию, ведь это не просто какую-то там тропинку выложить, это построить транспортную структуру, которая имеет, будет иметь жизненный цикл 100 лет. Дорогие друзья, это очень непросто, поэтому это надо делать. Создание центра подготовки кадров для Skyway это следующее тоже. То есть комплексное обеспечение, это инженерно-техническое, финансовое и так далее, и плюс создание центра подготовки кадров для Skyway. Это функции уже не капитала, а международного фонда. Это за счет привлечения не инвестиционных, а дополнительных средств и за счет развития, как бы прибыли полученных, за счет развития и использования, как бы уже ведения собственного бизнеса этим фондом. Это уже будет бизнес структура. У фонда будут свои предприятия, центр, который будет в виде юридических лиц. Давайте посмотрим, какие вопросы вы тут задали. Так, извините, так, а как быть тем, которые инвестируют через РФ? Ну как, какая разница, через кого вы инвестируете, через какой бок, Георгий? Ведь вопрос-то в том, что вы сегодня имеете какой-то портфель акций, вот вы и распоряжаетесь. Дальше вы будете принимать решение, через откуда вам инвестировать, через РСВ или через международную структуру, из которой вырастет капитал. Потому что, к сожалению, еще и причиной этого является то, что здесь и юридическая, или так называемая, радиационная правовая проблема есть, что капитал, он, как бы, за этот период финансово-контрольных органах уже в зубах торчит у них. Поэтому надо название капитал и ферстская инвест группы выводить из употребления, вот, и создается там несколько другая организационно-правовая база, которая будет более подходящей для введения новой деятельности. Это седьмой пункт здесь, это так называемое введение и подготовка с коллегами-юристами и экономистами, такого, как бы, понятия описания, его лоббирования в парламентах государств шаг за шагом. Это краунд файнансинг, то есть народное финансирование. Потому что, вы же понимаете, помните, что я пару минут назад сказал, это первое. Первый вопрос задают, если это будет делаться за счет самофинансирования, а что такое самофинансирование? За счет народного финансирования. Их не интересует, как мы это делаем, им важно, чтобы средства инвестиций поступали в конкретный адресный проект. Где бы это ни было, Антверпен, Рига, Таллинн, тот же самый, значит, Ипочинга в Бразилии, это на муниципальном уровне, или в Белоризонте на уровне на федеральном, или же в Сан-Паулу, или в той же самой столице Бразилии. Бразилия, столица Бразилии, она так и называется Бразилия. Вот, то есть, поэтому, той же самой Индии и так далее. Поэтому это очень важные моменты, которые следует учитывать. Тут есть еще вопрос, можно будет за деньги, не используя акции? В принципе, да, конечно, может быть, можно будет, а может быть и нет. Я сегодня вам однозначно не могу этого сказать. Но есть вариант, что вы инвестируете в токены, вот, и в принципе не привязаны, но токены будут определенным образом привязаны к акциям. Да, это вполне возможно. Владимир, хотелось бы до начала опытного использования Аплайн, неделя бесплатная. Нет по нему обучения. Ни одна неделя бесплатная, Виктор. 30 дней в Москве было объявлено. 30 дней дается, один месяц для бесплатного использования. Обучение по нему есть прямо же в Аплайне. Оно там есть, ролики, слайды, все там есть. Заходите, смотрите, не волнуйтесь. Задавайте вопросы на... Будет обучение тоже какое-то такое, но будет комментариев больше. Там все очень просто. Чат по Аплайн. Ну, да, есть какой-то. Какие отзывы у тех, кто уже применяет. Ну, применяют хорошие. В Москве прошла не презентация, а так называемое обучение по Аплайн. Отзывы были очень хорошие. Вопросов, правда, много тоже было, да. Но, тем не менее. Есть техобслуживание, или так, не техобслуживание, а техпомощь, которая осуществляется в онлайн. Там можно пойти... Так, ваш прогноз на 18 год начнется строительство хоть одного адресного проекта. Если начнется, то когда? Вы знаете, что такое строительство? Кто это спрашивает? Ильдар. Строительство это... Если вы вкладываете... Даже, я думаю, так, что я не исключаю, что начнется строительство в Австралии. Потому что она ближе всего находится к моменту. То есть у нее длительный процесс, предпроектный процесс идет. Он вот-вот-вот завершается. Там вопрос финансирования. Там самыми первыми, я боюсь, что в землю ковшка-экскаватора войдет в Австралии. Хотя, все может измениться под сиянием лунным. Вот, и поэтому... А по остальным проектам начнутся предпроектные работы. Поэтому, значит, вот что закладывает то, какие работы начнутся по проектам. Так, есть ли запись обучения 10-12 на конференции? Есть запись. Будет такая запись, Виктор, и вы увидите, да? Так, Ирина, я правильно понял, что грядет реорганизация? Да, не грядет, она начнет проводиться, будет изменение названия или уже созданная структура. Да, и название изменится, и будут дополнительные структуры, которые будут... Нет, как бы, но они будут, как бы, самоокупающиеся. Они не будут висеть на инвестициях, которые мы делаем. Это самое важное. Найдите Николая Брюхова по вопросу о плайнах. Ну, да, может быть. Так, что-то там... Ваш прогноз начнется строить, искать одного адресного проекта. Если начнется, то когда? Потому что, смотрите, любые проекты, например, они требуют предпроектных работ. И строительство, оно только после того, когда инвестиционная привлекательность оценена и выявлена. Вот, например, есть... Мы рассматривали один проект, вот и по Чинге в Бразилии. Там один проект транспортный, он такой сомнительный, чтобы там был бы большой экономический эффект. Но там есть социальный эффект. Там люди получают работу, там работники большого комбината получают хорошую возможность попадать на работу. Эта же самая трасса решает задачу, значит, поперечного или, скажем, продольного, вернее, движения через город, уменьшая тем самым автопотоки. Но параллельно надо решать парковочные задачи, и тем самым они еще и решают задачу в доставке в аэропорт, то есть транспортные структуры. Поэтому... Но эффекта я большого не вижу, даже если на коленке посчитать. Но там очень большой может быть эффект от грузового проекта, грузовой трассы для металлургического большого комбината. Там очень интересная, может быть, эта задача решена. Вот, и поэтому если в комплексе рассматривать, то в комплексе это будет эффективно. Вот, что тут еще было спрошено. Так, дорогие друзья, давайте сейчас пойдем быстренько еще дальше. Ключевой так, это мы просмотрели. Так, бизнес со Skyway, переход на новые этапы развития. Новая сфера деятельности, новые решения. Введение технологий блокчейн на разные уровни. Выводим. Создаем новую модель финансирования Crown Financing или Digital Financing. Введение новых орг-решений для строительства и развития Skyway. Целый ряд. Потому что это как раз за базовую мы принимаем те модели, о которых мы еще в конце прошлого года и в начале этого года говорили, когда мы говорили об адресных проектах. Все обычно и тривиально под сиянием лунным или под солнечным светом. Поэтому создается или же создается структура, которая является иницирующей адресный проект, или же создается сразу структура, которая управляет. И та потом вместе с Global Transport Investment создает управляющую структуру для адресного проекта, или же создается сразу управляющая компания для адресного проекта, как мы это обсуждали в Бразилии. Извиняюсь, ну да, в Бразилии, вот там, где мы были. Дальше. Введение новых орг-решений, так, ясно. Распространение решений на планетарном уровне. То есть мы переходим уже с Белоруссии, переходим на планетарный уровень. Все. Этот этап начался, дорогие друзья. И вопрос в том, где, кто быстрее пройдет или более основательно пройдет этап предпроектных работ. А этап предпроектных работ обычно занимает от полугода до полутора лет. Далее начинается, в этом периоде выясняются все обстоятельства, связанные с проектом. Идет его визуализация, идет, даются задания на проектирование. И выводится проект, ну как бы вот строительство. Давайте сохраним интригу, подождем, увидим, нам все сообщат. Сообщат, правильно, Лидия Николаевна. Да, сообщат, абсолютно правильно, Борис. Вот, дальше. Фундаментальная база для частного и коллективного бизнеса вместе с государственным частным предпринимательством. Это что касается не только России, это касается любой страны. То есть, это новая база, которую нам надо создавать. И комплексное обеспечение проектов, база капитализации. Мы обеспечиваем, что это значит? Комплексное обеспечение. Помните, я говорил, что это будет тоже создаваться. Это то, что проект начинает обрастать реальным имуществом. Это есть база для капитализации. Мы строим, мы создаем путевые структуры, мы минимизируем затраты, потери. И это есть, опять-таки, база для капитализации. Что там случилось? Так, Алексей, это вы там играете? Вот, таким образом, дорогие друзья, здесь я сейчас заканчиваю. Я сейчас попробую быстро перейти еще на Бразилию. Так, я свою фотографию. Вот, бизнес, новые этапы. Так, так, так. И быстро по Бразилии. Значит, смотрите, что такое, как там в Бразилии? 212 миллионов жителей, по 2 миллиона ежегодно прирастает туда. Так, 12 слайд, 12 слайд. Ну, давайте, ладно уж, покажу вам 12 слайд. На 12 слайде ничего тут интересного не было. А этот, что ли? Этот? Это 13 слайд. Ну, это несущественный 12 слайд, этот более существенный. Так, давайте идем дальше. Значит, госконтроль своеобразный, там госконтроль с одной стороны и своеобразная коррупция существует. Коррупция такого порядка, что действуют так называемые группы по интересам. То есть, вот, есть какие-то родственные связи, скажем так, есть проектные связи, есть корпоративные связи, и это все работает. Поэтому, такой прямой коррупции, что кто-то кому-то там какие-то взятки дает, это не так, ну, скажем, сильно пробивается, сколько пробивается то, что есть группы интересов, и они, как бы, блюдутся. Но госконтроль там очень усиленный. Есть у нас поддержка на уровнях парламент, федеральный, муниципальный, я об этом уже говорил. Вот, и пилотный проект тоже мы, как бы, привезли. Два, где я говорил, что пассажирский и грузовой, как бы, сочетаются. Но здесь важно то, что именно у проектов, у этих была полная поддержка. Сначала мы встретились в муниципалитете, это я начал уже с конца, это мы в парламенте. Это здесь, в этом кресле, за который Инерт Анджана держится, в этом кресле сидит президент парламента. У них два президента, один президент государства и другой президент, значит, законодательного органа парламента. Мы были как раз на заседании парламента, потому что один из братьев принимающей стороны, принимал нас мэр города Иппачинга, Себастьян или Себастьео Квинтау, и его сын Родриго Квинтау, бизнесмен, он в Сан-Паулу и в Белоризонте, как бы, его бизнес по недвижимости, по различным проектам развития. Младший сын Леонардо, он в парламенте является уже четвертый созыв, членом парламента государства. Вот, и его заключение было следующее, мы с ним встретились в последний день в самом столице Бразилии, перед тем, как попасть в парламент, он это организовал, встречу. Вот, и он сказал, что вы знаете, вот очень интересно, что мне вскользь об этом говорил, у нас никогда бы не было времени с Родриго разобраться, что такое Скайвей, но я сейчас прослушал вашу презентацию, вот, и Родриго еще уже тоже, он натаскался за эти дни, он стал просто профи по Скайвею, вот, и он на португальском языке прекрасно все там, как бы, комментировал, и поэтому Леонардо сказал, что вы знаете, на следующий год выборы, я искал и считаю, что, ну, как бы, ключевым вопросом развития Бразилии является организация ее транспорта на современном уровне. Я искал там различные, там, смотрел Гиперлуп, смотрел различные, там, монорельс, там, и так далее, и так далее, и вдруг вы приезжаете, и я сейчас четко себе представляю, что это и есть транспорт будущего для Бразилии, и я буду, я становлюсь вашим сторонником, я буду на выборы выходить именно с этим, на выборы в следующем году. То есть мы получили в парламенте мощную поддержку. Не говоря уже о том, что президент парламента, он вырвался, еле-еле он вырвался буквально на 10-15 минут, потому что у них шло заседание парламента, на котором, вы представьте себе, принималось решение о том, чтобы перейти, это социальный вопрос, перейти с пенсионного возраста в 55 лет на 65 лет. Это мощнейшие, там, дебаты шли, мы видели эти дебаты, но он нашел время, пришел, выслушал, причем адекватно выслушал, задал несколько вопросов, и последнее его заключение было. Я больше не буду говорить, пожалуйста, кто организует? Леонард, я буду организовать поездку Ирия Адриго, поездку в Минск, в Экотехнопарк. Я уже заранее себя как бы ангажирую, что я должен быть в этом списке. Все остальное в организационном порядке решим. И распрощался, и ушел. Это было очень мощно. Вот здесь как раз мы сидим, показываю я технологию. Вот сидит Леонардо, Леонардо, это младший из парламента. Здесь сидит Родриго, вот это сидит министр транспорта Белоризонта, этого части. И это начальник отдела развития транспорта, этого же самого министерства. Вот. И тут наши партнеры в Бразилии сидят. Вот. И тоже заключение было, что очень интересно, мы члены этой группы начинаем работать, мы поддерживаем, выходите с вашими решениями. И о решении, вот как раз министр стоит, стоят все специалисты, держат Skyway в руках наш этот самый журнал. И интересно то, что здесь мне не поместилось фотографии, они очень большие по объему, фотографии с муниципального уровня, это когда мы были в Ипочинге, где сами проекты, первые проекты будут, или планируется по крайней мере сейчас их реализация. И поэтому оттуда все начинается. Причем, когда шел вопрос о финансировании, то муниципальный уровень, там университет поддерживает, там просили лекции провести, то есть просто непредсказуемо, трудно было предсказать, насколько будет деловой такой и как бы жесткий и хороший деловой интерес к нашей технологии, дорогие друзья. И это внушает доверие. Я благодарю вас за то, что вы пришли на сегодняшний вебинар. Мы подготовим с Алексеем более расширенный, более, сегодня просто схематично прошел, показал вам чисто такими как бы мазками, знаете, как большая картина готовится с эскизов. Сегодня у нас было эскизное заседание, уважаемые коллеги. Вот мы подготовим более основательный со слайдами как бы вебинар, который будет переводиться. Поэтому я благодарю вас, желаю вам всего самого доброго, здоровья вам, благоприятных стечений обстоятельств, счастья. И будьте здоровы, берегите себя, своих близких, строй скайвей, спасать планету. Всего доброго. До скорых встреч.